Вы посмотрите, где поручни. Вот человеку подниматься. Не скрывают недовольства челнинцы. По их словам, летом стартовал ремонт лестничных пролетов и пандусов. Пешеходы рассчитывали, что взамен старых перил установят новые. К тому же скоро настанет зима, будет годолет. Скользко будет. За что бабушкам, дедушкам держаться? С колясками подниматься тоже. Как тут мамаши будут? Это же здоровье. Упадешь, потом здоровье не восстановишь. Намного больше вас ждали. Что удобнее будет. И красивее покрасили бы, чуть-чуть убрали вот это вот все. Ремонт подземного перехода на остановке проспект Хасана Туфана также стартовал летом. Обновлению подлежали только лестничные пролеты. Началницы были рады и таким изменениям. Но только работу бросили на полпути, считают пешеходы. Ноги переломаем старостью, слепые. С той стороны все бетонные плиты убрали, бетонировали. Уже сколько ждем, ждем. И никак не сделает. Надо было давно уже сделать это. Вообще не делать. Лицо города показывает. Тем более, проспекты заезжают. Везде сделали, здесь нет. Ни крыши, ничего нет. Стены подземного перехода были обновлены художником. Красивый пейзаж, которым любовались пешеходы, в первозданном виде был недолго. Вандалы уже успели изрисовать его. Только подростки, видимо, такие, которым все безразлично. И на домах рисуют вот эти тоже надписи всякие. И здесь этот такой красивый. Подземка. Все испортили. Воспитывать, значит, надо в школе. Уроки специальные проводить. Плохая работа родителей, значит, и недостаточное воспитание в школах. Конечно. Как нам сообщили сотрудники предприятия «Автодорог», в чем видение находятся подземные переходы, работу еще не завершены. Так, на объекте на остановке домостроителей в скором времени установят поручни. Проведут штукатурно-малярные работы. Ремонт подземки на остановке проспект Хасана Туфана был временно поставлен на паузу из-за отсутствия материалов. Специалисты планируют приступить к работам до конца этой недели. В подземном переходе на остановке школы уже проведен косметический ремонт. Айзеля Шаймухаметова, Ленар Султанов, Новости Челни ТВ.